Земельные войны на территории СНТ «Зелёная зона» набирают обороты. Сотрудники Росреестра, МВД и администрации провели рейд по выявлению незаконных построек и предпринимательской деятельности на территории садового товарищества. Представители уполномоченных органов проверили законность строящихся здесь зданий и их использования. Это его проблема, куда он вкладывает деньги. Подобное общение для жителей СНТ «Зелёная зона» с недавних пор стало нормой. Причина стара как мир – раздел земельной территории. Например, вот этот дом находится на земельном участке, отведённом под садоводство. И земля и здание принадлежат Аркадию Мотову. Все правоустанавливающие документы у мужчины на руках есть. Правда, согласно свидетельству о праве собственности, площадь жилой застройки составляет всего 150 квадратных метров. Остальная часть здания – нежилые помещения. По словам мужчины, использует он их прямо по назначению – выращивает клубнику и цветы. Вот, пожалуйста, клубничка такая инновационная. Сделаем дальше вообще плантации здесь. Правда, пока плантации, как и садов, на третьем этаже дома мы не обнаружили. И хотя закон никак не регламентирует объёмы выращиваемых растений, он гласит, что площадь застройки должна быть не более 30% от общей площади участка. Между тем, очевидно, что это здание занимает куда больше квадратных метров. Помимо этого, к собственнику дома есть и другие вопросы. Например, относительно типа дома. Есть критерия отнесения к домам и квартирности. Это предлагает определённую площадь этого дома и определённую этажность. То есть этажность больше трёх этажей и площадь определённая. Для того, чтобы принять определённую площадь, необходимо привести геодезиста, и чтобы он обмерил, какая здесь площадь. Чем дальше влез, тем больше дров. В ходе проверки было выявлено, что в этом здании работает целый садоводческий магазин. И располагается он, внимание, на ещё одном цокольном этаже. Вот этот момент, это открыл мой родственник. Я предоставил ему помещение безвозмездно. Он просто решил заняться, помогать садоводам. Помогать садоводам родственник Аркадия Мотова решил каждый будний день. С половины десятого утра до половины десятого вечера. Однако во время проверки, в среду, в разгар рабочего дня, магазин вдруг оказался закрыт по непонятным причинам. После долгих пререканий попасть внутрь торгового помещения нам всё же удалось. Магазин? Нежилой. Нежилой часть помещения находится. Видите? Всё, вот, включена. Закрыто. Лопаты, грабли, разнообразный садовый инвентарь, строительные и расходные материалы, хостовары. Ассортимент магазина разнообразен. Его владелец уверен, торгует он исключительно на законных основаниях. На основании договора безвозмездного пользования, на основании записи ОГРН, на основании регистрации в качестве индивидуального предпринимателя. Подобные рейды сотрудники Росреестра, МВД и администрации проводят регулярно. Их цель – выявить наличие незаконных построек на участке и принять соответствующие меры по их ликвидации. Кроме этого, уполномоченные органы очень интересуются незаконной торговлей в Люберецком округе. На территории одного только СНТ «Зелёная зона», помимо названного выше магазина, во время рейда обнаружили ещё один нелегальный объект. Дело в том, что здание расположено на участке, отведённом под садоводство. По идее, собственник должен выращивать здесь огурцы и помидоры. Однако вместо этого он построил на участке гостиницу. У себя, у себя собственность в своём доме, заниматься предпринимательской деятельностью, об этом гласит статья номер 17, вы посмотрите. Но целевое назначение земли не используется. Хозяин гостиницы на это только плечами пожимает. Он убеждён, его действия легальны, и претензий к нему быть никаких не может. Однако у полномоченных органов другое мнение. В прошлом году мы проверяли, и был выявлен и составлен акт. Указаны основные нарушения, которые были. Это следующее. Застройка превышает больше 30%. Сам земельный участок, объект, который здесь построен, и хозяйственная деятельность, которая ведётся, не соответствует виду разрешённой использования. Несмотря на выданное год назад предписание, хозяин гостиницы нарушения не устранил. Следующим шагом по данному объекту станет обращение у полномоченных органов в суд с иском о признании постройки незаконной и дальнейшей её ликвидации. Мария Лапчева, Дмитрий Родзянко, телеканал ЛРТ. Всем привет! Я Анна Троян. Вы смотрите ЛРТ. Подписывайтесь на наш канал на Ютубе и ставьте лайки. Будьте в курсе самых важных событий.